Самое интересное в экономике то, что касается наших с вами кошельков. Например, скидки при уплате штрафов и госпошли на портале Госуслуг. Срок их действия продлен до 1 января 2021 года, а ведь закончиться должен был уже в этом декабре. Приятно. Скидка в 30% продолжает действовать на оформление и замену водительского удостоверения, на оформление паспорта российского и заграничного, на пошлину при регистрации брака, транспортного средства, а на штрафы ГИБДД даже не 30%, а все 50%. А пошлину при регистрации бизнеса с 2019 года вообще не надо будет платить, если подавать документы в электронном виде. 25 миллиардов рублей взял малый и средний бизнес Края в качестве кредитов в хабаровском филиале банка ВТБ за 9 месяцев этого года. Наиболее активно кредитуются в ВТБ предприятия торговли, их доля в отраслевой структуре портфеля банка занимает 28%, пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также жилищного и коммерческого строительства. За ними доля в 14%. Кредитный портфель банка ВТБ в целом в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 9 месяцев этого года увеличился на 15% и превысил 1 триллион рублей. Первая партия томатов из нового тепличного комплекса «Жаохэ» будет отправлена в Хабаровск в январе 2019 года. А баклажаны, красный перец, зелень и земляника подоспеют уже к этому новому году. Комплекс из 21 теплицы занимает 16,5 гектаров. Он был запущен в «Жаохэ» в августе этого года. Всю продукцию китайские аграрии будут отправлять в Хабаровский край через Покровку. Об этом сообщает портал «Баянг» со ссылкой на правительство уезда. Пантонную переправу Покровка «Жаохэ» уже проверили китайская и российская сторона. Передвижение по ней планируют начать 5 декабря, на 10 дней позже обычного. Кстати, доход китайского сельхозработника, по данным властей провинции Холуньцзян, опубликованного этим же порталом, составляет в среднем 65 тысяч юаней в год. Делим на 12 – 5 тысяч 416 юаней в месяц или 52,5 тысячи рублей по курсу. Официальная среднемесячная начительная зарплата в этом году в сельском хозяйстве в Хабаровском крае – 42 тысячи 255 рублей. Даже с учетом особенностей официального деньгоисчисления выглядит любопытно. Следим за новостями экономики. Продолжение следует...